Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня по приложению English Galaxy». В этом уроке мы с вами будем разбирать специальный вопрос в данном времени добавления Present Simple. Это простое настоящее время в английском языке. Да, кстати, что такое специальный вопрос? Смотрите, ранее мы с вами разбирали общий вопрос. Это такой вопрос, на который можно ответить «да», то есть «yes» или «нет», «no». Например, «Ты понимаешь?» «Do you understand?» И можно ответить «yes» или же «no». А теперь мы с вами будем разбирать специальный вопрос, то есть когда есть какие-то вопросительные слова или же конструкции. Но давайте вначале кое-что повторим. Итак, формула. Если у нас с вами есть глагол, в данном времени «do» или «does» плюс «подлежащее» плюс «глагол». Да, «do» или «does» плюс «подлежащее» плюс «глагол». Когда ставится «do»? Когда «I», «we», «you», «they». То есть формула «do» плюс «I», «we», «you» или же «they» плюс «глагол». Смотрите. Как сказать по-английски? «У тебя есть сейчас время?» «У тебя есть», дословно «ты имеешь». «Do you have?» «Сейчас» — это слово «now». Итак, помню, что оно ставится в конце, поэтому дословно говорим по-английски «у тебя есть время». Да, это как раз общий вопрос. Можно ответить «yes» или «no», как вариант. «Do you have time now?» Хорошо. А когда употребляется «does»? Когда «he», «she» или же «it». То есть формула. «does» плюс «he», «she» или «it» плюс глагол. Да, «does» плюс «he», «she» или «it» плюс глагол. Вопрос. Она живет в Америке? Она живет. «Does» «she» «live» in America? «Does» «she» «live» in America? То есть что мы видим? Когда общий вопрос на первом месте ставится именно вспомогательный глагол. В данном случае это «do» или же «does». Ещё раз. Она живёт в Америке? «Does she live» in America? Хорошо. А как строится специальный вопрос? Смотрите. Есть общая универсальная формула. На первом месте ставится вопросительное слово или же вопросительная конструкция. «Далее» вспомогательный глагол. То есть в данном случае это «do» или «does». «Далее» подлежащее и после этого глагол. То есть ещё раз. Вопросительное слово или же вопросительная конструкция плюс вспомогательный глагол «do» или «does» плюс подлежащее плюс глагол. Итак, мы хотим спросить, когда у тебя есть время. Итак, вначале ставится как раз вопросительное слово «когда». По-английски это будет «when». «Далее» вспомогательный глагол «do» или «does». У нас «you», поэтому получается «do you». «When do you» имеешь время. «Have time». «When do you have time?» «When do you have time?» Другой вопрос. Где она живёт? Вначале слово «где» далее вспомогательный глагол. Или «do» или «does». Она «she» значит «does». Где она? «Where does she» живёт? «Where does she live?» И, разумеется, здесь некий «s» не добавляется. Помните, мы говорили, что «s» добавляется только когда утверждение, там «he», «she», «it» с глаголом. Здесь это не нужно. Итак, ещё раз. «Когда у тебя есть время?» «When do you have time?» «Где она живёт?» «Where does she live?» На самом деле, очень часто мы задаем вопросы именно на «ты» или же «вы». Давайте разберём следующую формулу. Итак, вначале вопросительное слово. Далее. «Do you» плюс глагол. Ещё раз. Вопросительное слово. «Do you» плюс глагол. Например, мы хотим спросить. «Где ты живёшь?» Итак, вначале вопросительное слово. Это «где»? «Where». Далее, видите, по-русски мы говорим «ты», но по-английски нужно поставить «смагательный глагол». Раз «you» значит «do». «Do you». «Where do you живёшь?» «Live». Верно. «Where do you live?» «Where do you live?» Далее. «Что ты думаешь об этом?» «Что?» «What?» «Ты». «Do you?» «What?» «Do you?» «Думаешь?» «Think?» «Об этом?» «About it?» «Think about it?» «Что ты думаешь об этом?» «What do you think about it?» «What do you think about it?» Итак, где ты живёшь? «Where do you live?» «Что ты думаешь об этом?» «What do you think about it?» Но, конечно, мы можем задавать и другие вопросы, не только обращаясь на «ты» или «живы». Давайте, в связи с этим, изучим следующую формулу. Смотрите. Вопросительное слово. Далее «do». После этого «I», «we», «you», «they» и глагол. То есть, ещё раз, вопросительное слово плюс «do» плюс «I», «we», «you», «they» плюс глагол. Как спросить? Как они объясняют это? Как? How? Они, «they», поэтому «do». Как они? How? Do, «they» объясняют? Да, хороший вопрос. Как будет по-английски слово «объяснять»? Это будет «explain». Объяснять. «Explain» — это «it». «Explain it». «Как они объясняют это?» «How do they explain it?» Запомните также следующую формулу. Вопросительное слово плюс «does» плюс «he», «she» или же «it» плюс глагол. То есть, видите, здесь подлежащее «he», «she» или же «it». Ещё раз. Вопросительное слово плюс «does» плюс «he», «she» или же «it» плюс глагол. Смотрите, «как спросить», «как это работает?» «Как?» Это «it», поэтому ставится «does». Как это? How does it work? Как это работает? How does it work? How does it work? How does it work? Давайте теперь более подробно отработаем различные вопросительные слова и конструкции. Смотрите. «What» по-английски переводится как «что». Да, давайте пока разберём как раз это в этом значении. Запомните данную формулу. «What» плюс «do» или «does» плюс «подлежащее» плюс глагол. Ещё раз. «What» плюс «do» или «does» плюс «подлежащее» плюс глагол. Как спросить «как спросить», «что» ты видишь? «Что»? «What» ты «do you» видишь «see»? «Что» ты видишь? «What» do you see? «What» do you see? «Отлично!» «А как спросить?» «Что ты знаешь об этом?» «Что»? «What» «Ты» «do you» «what» «do you» «знаешь» «know» «об этом» «about it» «about it» «Что ты знаешь об этом?» «What» «What» «до» «до» «about» «what» «до» 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 «эще раз. Давайте повторим. Итак, «что» «ты» «видишь» « immune» «What» «do you» «see» «что» «ты» «знаешь» «бэт» «это» «вот» « Tamam". «Вот» «áb subst« «вот» «Daddy» также разберем как раз более сложный вопрос. Здесь лексика немножко посложнее, но в принципе мы с вами это уже разбирали. Смотрите. Как спросить? Что он рекомендует? Что? What? Как далее будет он? Он he, а раз he, то вначале ставится does. Получается, what does he рекомендует? Recommend. Что он рекомендует? What does he рекомендует? What does he рекомендует? What does he рекомендует? Следующее вопросительное слово это where. Where переводится как где или же куда. Where. Запомните следующую формулу. Смотрите. where плюс do или does плюс подлежащее плюс глагол. Еще раз. Where плюс do или does плюс подлежащее плюс глагол. Вопрос. Где ты работаешь? Где where? Where раз you, то получается do you where do you работаешь? work где ты работаешь? Where do you work? Where do you work? Далее. Мы хотим спросить по аналогии. Где ты учишься? Итак, учиться используем глагол study. Где where ты do you учишься? study. Где ты учишься? Where do you study? Where do you study? Хорошо. А как спросить, где она учится? Где where она раз she, то ставится does. Where does she учиться study. Где она учится? Where does she study? Where does she study? Итак, где ты учишься? Where do you study? Где она учится? Where does she study? Следующее вопросительное слово это why. Why можно перевести как почему или же зачем. Why. Запомните следующую формулу. Why плюс do или does плюс подлежащее плюс глагол. Еще раз. Why плюс do или does плюс подлежащее плюс глагол. как мы спросим почему ты это делаешь? Почему why ты раз you значит do why do you далее по формуле необходимо поставить глагол делаешь do а после этого уже говорим это то есть it do it получается почему ты это делаешь why do you do it why do you do it why do you do it do отлично а как спросить почему ты изучаешь английский допомним фразу изучать английский это фраза learn english так почему why ты do you why do you изучаешь английский learn english why do you learn english why do you learn english Следующее вопросительное слово это слово how how переводится как как да how это как смотрите запомните следующую формулу how плюс do или does плюс подлежащее плюс глагол еще раз how плюс do или же does плюс подлежащее плюс глагол как мы спросим как это работает как how это it значит получается ставится does how does it работает work how does it work how does it work отлично а как спросить как ты себя чувствуешь дословно как how ты чувствуешь чувствуешь или себя чувствуешь это то же самое по-английски это одно слово feel получается как ты себя чувствуешь how do you feel да как раз по умолчанию мы переводим дословно и получается how do you feel how do you feel итак как это работает how does it work как ты себя чувствуешь how do you feel следующее вопросительное слово это when when по-английски переводится как когда when запомните следующую формулу when плюс do или же does плюс подлежащее плюс глагол еще раз when плюс do или же does плюс подлежащее плюс глагол смотрите как спросить когда это происходит когда when это it значит does when does it и происходить по-английски будет happen happen когда это происходит when does it happen when does it happen также переходите в наши социальные сети где мы выкладываем дополнительные полезные материалы ссылки в описании смотрите как мы говорили вначале может ставиться или же вопросительное слово или же вопросительная конструкция то есть смотрите вопросительное слово это одно слово например там why when where how а вопросительная конструкция это когда больше чем одно слово давайте как раз про эти конструкции и поговорим например how much переводится дословно как много или же переводится так же как сколько это вопросительная конструкция Да, смотрите, запомните следующую формулу. How much плюс do или же does плюс подлежащее плюс глагол. Еще раз. How much плюс do или же does плюс подлежащее плюс глагол. Мы хотим спросить, сколько это стоит? Сколько? По-английски дословно как много. То есть вначале мы говорим именно вот эту упражнительную конструкцию. How much? Смотрите. Да, именно так. Мы говорим how much. Именно здесь much. How much? Это означает it, поэтому ставится does. Получается, how much does it стоят cost? How much does it cost? How much does it cost? Да, сколько это стоит? How much does it cost? Но хочу как раз дополнить, что здесь мы переводим именно дословно, то есть именно используя глагол cost. Поэтому так и получается. How much does it cost? Хорошо. А как спросить, сколько ты платишь? Сколько будет how much? Ты, do you, платишь pay? Pay – это платить. Pay. Все вместе. Сколько ты платишь? How much do you pay? How much do you pay? Итак, еще раз. Первый вопрос. Скажем, используя глагол стоить. Сколько это стоит? How much does it cost? Второй вопрос. Сколько ты платишь? How much do you pay? Да, смотрите, еще такой важный момент. Вообще, как спросить, сколько это стоит? В принципе, нередко можно услышать просто сокращение. Там, how much? How much? То есть сколько? Сколько это? Или, как мы сказали, how much does it cost? Но есть еще один вариант, как это спросить. Это будет how much is it? Словно, сколько это? Но вот эта конструкция будет уже совсем скоро в следующих уроках, и мы про это как раз более подробно поговорим. Сейчас мы с вами пока разбираем именно на примере глагола cost. Поэтому получается, how much does it cost? Смотрите, как спросить. Когда ты приходишь домой? Когда будет when, ты, do you, when, do you, приходить домой, это фраза come home. Получается, когда ты приходишь домой, когда ты приходишь домой, when, do you come home? When, do you come home? Но, смотрите, также здесь можно спросить и по-другому. Часто мы спрашиваем не когда, а во сколько. Во сколько – это вопросительная конструкция в английском языке, и будет по-английски what time? What time – во сколько? Да, запомните следующую формулу. What time? Далее, do, лежит does, плюс подлежащее, плюс глагол. What time? Плюс do, лежит does, плюс подлежащее, плюс глагол. Давайте по-английски спросим. Во сколько ты приходишь домой? Во сколько будет what time? Изначально ставится what time. What time? Ты, do you, приходишь домой, come home. What time do you come home? What time do you come home? Отлично. Отлично. В принципе, также можно спросить и по-другому. Можно еще добавить, да часто добавляют еще слово обычно, usually. Смотрите. Когда ты обычно приходишь домой? Как мы это спросим? Итак, когда, when, ты, do you, when, do you, обычно, usually, приходишь домой, come home. Все вместе. Когда ты обычно приходишь домой? When, 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 do you, usually, come home. Разберем следующую вопросительную конструкцию. Это конструкция how often. How often переводится как часто. Да запомните следующую формулу. How often плюс do или же does плюс подлежащее плюс глагол. Еще раз. How often плюс do или же does плюс подлежащее плюс глагол. Отлично. Как спросить? Как часто ты это делаешь? Вначале говорим как раз эту упростительную конструкцию. Как часто. Это будет how often. How often, ты, do you, how often do you, далее по формуле ставится глагол. Делаешь, do, а потом уже ставится это. It, do it. Все вместе. Как часто ты это делаешь? Дословно. Как часто ты делаешь это? How often do you do it? How often do you do it? How often do you do it? Хорошо. По аналогии спросим. Как часто ты ходишь туда? Как часто. How often. Ты, do you, ходишь, go, туда, there. Go there. Как часто ты ходишь туда? How often do you go there? How often do you go there? Разберем следующую вопросительную конструкцию. Она аналогична конструкции how often, как часто, но, можно сказать, более продвинутой. Смотрите. Эта конструкция как регулярно. How regularly. Да, regularly переводится как регулярно. Ещё раз. Ещё раз. Regularly. 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 How regularly. И запомните следующую формулу. How regularly плюс do, лежит does, плюс подлежащее, плюс глагол. Ещё раз. Ещё раз. How regularly плюс do, лежит does, плюс подлежащее, плюс глагол. Итак, как спросить. Как регулярно ты это делаешь? Как регулярно. How regularly ты, ду ю, далее необходимо ставить глагол, делаешь do, а потом уже это, it, do it. Получается, как регулярно ты это делаешь? How regularly do you do it? How regularly do you do it? Ещё раз, более медленно и более чётко. How regularly do you do it? Другой пример. Как регулярно ты тренируешься? Как регулярно. How regularly. Видите? How regularly ты, do you, тренируешься, train? Train — это поезд, и также train — это глагол тренироваться, train. Как регулярно ты тренируешься? How regularly do you train? How regularly do you train? Или, например, смотрите, тоже интересный пример. Как регулярно ты занимаешься спортом? Как регулярно? How regularly ты, do you? А вот фраза «заниматься спортом» — это фраза «do sport». Да, дословно «делать спорт», «do sport» переводится как «заниматься спортом». Получается, как регулярно ты занимаешься спортом? How regularly do you do sport? Видите, здесь какой момент. Первое, которое слово «do» — это вспомогательный глагол, это никак не переводится, а вот второе слово «do» уже означает «делать». Итак, как регулярно ты тренируешься? How regularly do you train? Как регулярно ты занимаешься спортом? How regularly do you do sport? Далее мы с вами разберем более сложную вопросительную конструкцию, но тоже очень важную. Смотрите, как по-английски сказать «какие». Какие будет what. Да, what переводится как «что» и также еще имеет значение «какие». Хорошо, как сказать по-английски? Какие страны ты хочешь посетить? Да, подумайте, но здесь запомните следующую формулу. Смотрите, what плюс относящееся слово, то есть слово, которое относится к what. В данном случае это страны, то есть what — это какие. Далее страны, countries. What countries. Далее do или does, плюс подлежащее, плюс глагол. Еще раз, смотрите, формула. What плюс относящееся слово, плюс do или же does, плюс подлежащее, плюс глагол. Итак, как сказать, какие страны ты хочешь посетить? Какие страны? What countries. Это вопросительная конструкция. Идет в начале. То есть what и слово, которое относится к what. Далее вспомогательный глагол. Раз you значит do. What countries do you хочешь? Want. Посетить. Дословно будет visit. Видите, want. И далее глагол. Поэтому также ставится to. Want to visit. Получается, какие страны ты хочешь посетить? What countries do you want to visit? What countries do you want to visit? Отлично. А как спросить? Какие города он хочет посетить? Опять же, в начале этого вопросительная конструкция. Какие города? What cities do you want to visit? Does he? What cities do you want to visit? Хочет? Want. Посетить? Видите, не просто visit, а stu. Получается, want to visit. Какие города он хочет посетить? What cities does you want to visit? What cities does you want to visit? Хорошо. А как сказать? Какая еда тебе больше нравится? Какая еда? What would? What food? То есть, тебе нравится. Do you like? Да, и больше грамматически ставится в конце. More. More. Какая еда тебе больше нравится? What would? Do you like more? What would? Do you like more? Еще раз, смотрите. Какие страны ты хочешь посетить? What countries do you want to visit? Какие города он хочет посетить? What cities does you want to visit? Какая еда тебе больше нравится? Дословно, какая еда тебе нравится больше? What would you like more? Далее мы с вами дополнительно разберем вопросы с usually. Потому что на практике как раз очень часто добавляют это слово. Смотрите. Как сказать? Что ты обычно делаешь в свое свободное время? Да, смотрите. Если просто мы хотим сказать, что ты делаешь в свое свободное время, получается, что? What? Ты делаешь? Do you do? What? Что ты обычно делаешь в свое свободное время? Дословно, в твое свободное время? In your free time. In your free time. Получается, что ты делаешь в свое свободное время? What do you do in your free time? Ну, как мы уже говорили, часто добавляют слово usually. Скажем. Что ты обычно делаешь в свое свободное время? Что? What? Ты? Do you? What? Do you? Обычно. Usually. What? What do you usually do в свое свободное время? In your free time. In your free time. Все вместе. Что ты обычно делаешь в свое свободное время? What do you usually do in your free time? What do you usually do in your free time? Хорошо. Как мы спросим, когда это обычно происходит? Когда. When. Это. Does it. When does it. Обычно. Usually. Происходит. Happen. Когда это обычно происходит? When does it usually happen? When does it usually happen? Хорошо. А как спросить? Что она обычно говорит? Что? What? Она. Does she? What does she? Обычно. Usually. А вот говорить что-то, сказать что-то, нужно использовать глагол say. Учается usually say. Что она обычно говорит? What does she usually say? What does she usually say? Далее мы с вами разберем также более сложные конструкции. Смотрите. Если у нас с вами вопрос, и есть глагол want, и далее еще один глагол, то, конечно же, нужно также разделить с помощью to. То есть формула, да, также работает, want, to, плюс глагол. Смотрите. Мы хотим спросить, что ты хочешь сказать? Что? What? Ты хочешь. Do you want? What do you want? Да, дословно сказать, здесь именно say. Сказать это, сказать что-то, именно say. Но здесь не просто say, а раз есть want, то want to say. Want to say. Получается, что ты хочешь сказать? What do you want to say? What do you want to say? Хорошо. Как спросить? Куда ты хочешь пойти? Куда будет where? Да, мы ранее говорили, что where переводится как где и как куда. Where? Ты хочешь. Do you want? Пойти. Не просто go, а говорим still. To go. Want to go. Куда ты хочешь пойти? Where do you want to go? Where do you want to go? Итак, что ты хочешь сказать? What do you want to say? Куда ты хочешь пойти? Where do you want to go? Также очень полезно знать устойчивые фразы и выражения. Да, когда вы читаете, там, слушаете что-то по-английски, то именно старайтесь также обращать внимание на эти устойчивые фразы и выражения. Например, смотрите. Как сказать? Когда у тебя есть время на это? Когда будет? When? У тебя есть. То есть ты имеешь? Do you have? When do you have? Время? Time. На это. Вот смотрите, формула иметь время на будет have time for. Have time for. Потому что, видите, по-русски мы говорим на это, но в этом контексте это будет for it. Потому что have time for it. Итак, когда у тебя есть время на это? When do you have time for it? When do you have time for it? Другой пример. Как спросить, сколько ты платишь за это? Сколько? По-английски дословно будет как много. How much ты платишь? Do you pay? How much do you pay? За это. Смотрите. Необходимо знать устойчивую фразу. Платить за. Это будет pay for. Pay for. То есть да, здесь нужно ставить именно предлог for. Pay for. Получается, платить за это. Pay for it. Pay for it. Сколько ты платишь за это? How much? Do you pay for it? How much? Do you pay for it? Также смотрите видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok